друзья какой сегодня видео вы посмотрите как можно избавиться от головной боли просто эпизоды моего отдыха по воскресеньям потому что очень сильно устаю за неделю и в конце моего видео код кому интересно как и обещала что касается машинки моего вождения вот сейчас у меня большой был перерыв потому что мама сейчас сама их возит я больше так подумал и надо было мне сейчас выезжать из основного двора на улицу и машина стояла не так как для меня всегда ровно и и ставили хоть и за камера заднего вида но в общем я поняла что практика практика ее практики нет и мне уже сложно справляться поэтому в общем оказывается когда у тебя нет вот такой вот уже как говорится ты с машины слилась и ты в любое время суток встала поехала такого я еще не имею и вот сейчас поставила машинку здесь на парковку это единственное место которое было стало вроде ничего теперь главное еще и выехать хорошо потому что она сейчас придет мама и я поеду домой там через почту мне кое-какие дела нужно сделать на почту заехать вот в общем без вождения и без практики вождения у меня страдает если беспокойный человек то у него это напряжение постоянно вот я смотрю на тех моих слушателей которые там пишут что-то мне такое неинтересное ну ругаются на меня я думаю вот у них какой сейчас мозг так что думайте в тот момент когда вы на кого-то сердитесь и напряжены ваш мозг постоянно приходит к швейцарскому сыру и пылающему мозгу всякая головная боль это уже деструкция анатомическая это вы должны помнить поэтому не давайте этой теме головной болью длительное время быть вот как мы про вашу бабушку говорим уже давно у бабушки это тем а потом спрашивают почему атеросклероз почему болезнь геймера почему нас забывает почему так происходит потому что мы на первый симптом который называется головная боль не отреагирует все детки аутисты все детки которые плохо в школе учатся гипервозбудимость вот у них мозг 90 процентах московских детей имеет красный пылающий мозг то есть у них нарушен мозговой кровоток и это все мы можем посмотреть и на узи можем посмотреть и вот так вот продиагностировать потому что как только ребенку на ручку положим уже конкретное место в голове показывает где застой и как это у нас что не ребенок на приеме он теперь говорит да я знаю головной боль конкретно показывает мне пальцем где-то головная то есть мы не умея предупреждать профилактировать это состояние потихонечку приходим к анатомическим нарушением структуры и тогда какая память вот тут и тогда ребенка мы не можем мы его заставляем а у нас не понимает что ощущение не своевременное на окружающую среду то есть не адекватное поэтому я многие отзывы читаю и у меня ощущение что у них сейчас мозг швейцарский сыр и поэтому мне уже жалко тот кто на меня ругается потому что у него ну извините происходит сейчас анатомическое нарушение мозга от напряжения и вот сейчас мы поняли с вами что можно и от диагностироваться ним и уже убирать сейчас мы придем к правой сонной артерии и положим на пульс вот здесь ручку да в любое место вы не выбирайте область шеи пульсовая волна выше ли она будет ниже ли что нам пульсовая волна показывает что здесь идет артерия вена и на них лежат лимфатические узлы и пока артерия и вена у нас будет проблемный у нас будет проблемный мозг сосредотачиваемся на ощущение на ощущение сосредотачиваемся мы сейчас стоим в области шеи да вот примерно на этой серии лимфатических узлов стоим не давим очень корректно потому что все под кожей корректируем зону ишемии головного мозга убрать головную боль это песня конечно я ведь убираю таблеткой и так уже 20 лет а потом то следует что никому не хотелось бы иметь головная боль голова должна быть легкой она должна быть настолько комфортной чтобы не отвлекала от нашей мыслительной деятельности и что мы поняли здесь интересно сразу пошли процессы такие знают как мурашки внутри это надо почувствовать свой головной мозг уже как это я бабушки иногда у меня приходит вот так вот чувствуя себя не говорят чешки помирать не придется потому что я теперь понял как своевременно убрать головную боль это мы должны сосредоточиться на пульсе и вместе с пульсом подышать и тогда будет еще более эффективный момент вот сейчас мы сделаем настенька вот так вот пальчики сделаем вот мы должны сейчас пальчиками высший пилотаж получается поймать вот эту сетку вот как будто мы с вами становимся сейчас на пульсе то есть в области шеи и у нас здесь везде дальше на голове начнет кровь перераспределяться артериальная пойдет клеточка мозга венозная пойдет от клеточек мозга и мы уберем кислоту которая нарушала деятельность клетки мозга в голове находим мурашки у нас сегодня рождение нормального физиологического мозгового кровотока ну а теперь буду хвалиться какая я молодец здоровые конфетки вареный нут с бананом взбив добавила около трех ложек органического какао и стружки это мои любимые печеньки которые я делаю сюда здоровые рецепт был в прежних видео нут остался я забыла что он может в два раза в три раза увеличится здесь с фаршем индейки нут тушеный с луком перцем и зеленью очень очень вкусно получилось пережарила лук с томатом перец и добавила нут там их и там индейка вкусно легкий суп с шариками из индейки и итальянское спагетти поломала пережарила морковь с луком для вкуса и специи кулинар неделю две на не делала эти печеньки натуральные я вам показывал рецепт и вот опять их сделала еще осталась одна закладка будет достаточно там овсянка мука овсянка один кап сама овсянка до изюм изюм мы ты резаные финики и вот придает пикантности жидкий ваниль джинджер это имбирь и действительно не получается мягкий аппетитный а да и здесь еще банка яблочного красивый дом люди поставили такой вот вещь это даже не фонтан но говорят что это ночью горит а я сейчас занималась вот здесь здесь три бара есть а за ним есть место для такой спортивный зал два этажа я там делала пикабол немножечко гольф учила гольф для меня сложно пикабол отличный а баскетбол я вспомнила что делала 50 лет назад посмотрите какие антикварные вещи в тренажерном зале это как лодка что ли не знаю но вы понимаете да что сейчас все современное а вот так вот раньше это все было вообще старое здание и вот они решили может быть когда-нибудь в этом здании это все и работало очень интересно вы не поверите вот этот старый старый газетный ларёк работает до сих пор в ламиде вот здесь сидит с деду только который продает газеты до сих пор китайская уличная еда сейчас будет какая-то интересная лапша и свинина острая очень интересно китайская уличная еда очень вкусно лапшой мужчина сейчас делал прям вручную пила в стол потом их порезали и вот такие вот свиные пельмешки это шикарная уличная еда мне прям очень понравилось хочется еще попробовать выглядит очень интересно ура на пляж что мы сейчас не более спокойное место а так вот здесь впереди обязательно посмотреть потому что там очень много людей машины поставят небо там уже совсем вдалеке там где-то за туманом когда на кайтах люди катаются вдалеке тоже потому что они умеют это делать ну а вот тут чуть-чуть летают а это шум и воздух интересно сколько мне хватит вот вы говорите за кем он охотится за птичками вот они везде пищат он слушает их моя тень тут прям везде роса какая свежесть а он ищет себе травку говорят что коты знают какая трава ему нужна для того чтобы очистить организм вот он ее найдет а потом живет ой сколько звуков да скажи мешают насладиться утром но свежий воздух воздух видите как нюхает воздух носиком так интересно красивые цветочки тоже и малыш малыш свежий воздух да а то дома вчера просидела такая жара была еще нет 9 утра и пока еще нет изнуряющего солнца цветочки стоят свежие кусты везде роса такое вот свежее утро да марш и мой котик гуляет травку жует а кто-то уже мешает нам своей газонокосилкой а Продолжение следует...